Вода – источник жизни, а ее отсутствие – источник проблем. В некоторых селах Хаса-Юртовского района в буквальном смысле засуха. В поселениях, где главным занятием жителей является сельское хозяйство, дефицит воды. Терпение у людей почти на исходе. Они отчаянно обращаются во все инстанции, но пока безрезультатно. Куда девается вода в районе и что говорят по этому поводу представители власти, смотрите в сюжете Абдуллы Алиева. Так выглядит канал на границах Хаса-Юртовского и Кизюртовского районов. Здесь воды достаточно. А вот так он выглядит ближе к поселению станция Карландюрт Хаса-Юртовского района. Уже несколько лет местные жители испытывают проблемы с водой. Ни для питья, ни для полива сельскохозяйственных угодий ее не хватает. Вот мы видим, что со стороны Гадари и в сторону населенных пунктов станции Карландюрт и Кокрык в канале вода есть. Может немного, но она есть. И течение тоже неплохое. То есть, если на сегодняшний канал будет в нормальном состоянии, если она будет очищена и от водорослей, и от деревьев, которые у нас здесь есть, то если воду обеспечивает нормальный контролированный водой, то эта вода в этих селах поступит. Причин, по которым возникла проблема с водой в этих селах, несколько. Это загрязненность канала, самовольные врезки и поломка щитовых затворов на шлюзах. Неудивительно, что водоем на территории Кокрыкского сельсовета все больше становится похож на высыхающую лужу. Здесь взяли трубы поставили, сами взяли, и никто ответственность не несет, и люди страдают из-за этого населенного пункта, вот село. Взяли, отбросили трубы, и никого нету, никто не контролирует. Вода идет бесхозно, никому не интересно, никто меры не принимает. И все, вот что дальше. И сколько таких примеров по канаву есть? По канаву есть еще валом труб, вот таких отбросанных. И всем инженерных служб здесь у нас на этой канаве, от Гадары до Кокрека. И ни одного работника нет у нас сегодня на этом шлюзе или на воде, чтобы взять, закрыть его, или чтобы население пользовалось водой. По словам местных жителей, они неоднократно обращались к муниципальным властям, чтобы решить наболевшую проблему. Но все заканчивалось только обещаниями. У них даже был заключен договор, дающий право использовать воду для орошения сельхозугодий. Но, увы, воды недостаточно и для этого. У нас, посмотрите, в любой огород зайдите, у нас огороды высохли буквально. Надо обязательно покупать и насосы, покупать бельзины. Нам обходятся огороды три торга, это ладно. Да, и без насоса нет воды, у нас даже качать нет, у нас даже пить воды нет. И сейчас зеб, буквально, которую заполняют у нас в бассейне, она элементарно питьевая, она вонючая. Полива нет уже, засорили, огурцы были, помидоры были. Вот эта фасола у нас сошла, тоже нет полива. Вот из-за него каждый день друг друга беремся, вот капли воды отсюда идут, нет воды. У нас нет воды для полива. Каждый сезон мы страдаем. Куда бы мы ни обращались, нас отфутболивают чисто, теоретически. Никто не виноват, все правые. По словам руководителя утверждения, отвечающего за этот канал, Мафсара Айдемирова, проблема возникла из-за нерационального использования воды жителями села, расположенных возле канала. Как уверяет Айдемиров, уже с сентября этого года начнутся ремонтные работы, которые решат все вопросы, связанные с водой. Эврейские самовольные очень много. Вот сейчас у нас запланирован в этом году, в сентября до конца года, капремонт водного канала. Именно за то, что он в таком состоянии, вот где мы будем ликвидировать вот эти самовольные, врезки все. Мы своими силами поменяли счетовые затворы, из-за которых потери воды происходят. В свой момент, то, что вот сами жители недосциплинированно пользуются водой, вот это вот, они как-то умалчивают все. До того доходят, вот меняем счеты, да, вот они дорого стоят. Два-три счета уже поломали в этом году. За то, чтобы им не закрывали, а вот берут тракт, концепляют, ломают. Быть или не быть в воде на территории Кукрековского сельсовета покажет будущее. Но однозначное решение проблемы кроется во взаимопонимании местных властей и жителей сел, расположенных возле канала. Ну а пока местные жители терпеливо ждут и надеются, что власти войдут в их положение, пойдут навстречу и справедливо распределят воду между гражданами. А те, в свою очередь, подойдут рационально и справедливо к использованию воды. Абдулла Алиб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасайуртовский район.